Добрый вечер, дорогие друзья! Спасибо, что в эту холодную декабрьскую пятницу, до 13-го числа не дотянувшие всего два дня, вы пришли на встречу с писателем, и я постараюсь, чтобы это время мы провели максимально полезно. Вот, и для меня, потому что для меня всегда встреча с читателями – это важное дело, ну и надеюсь, что для вас. Вот, книга, которую мы сегодня представляем, это книга о детстве, то есть ничего, конечно, здесь супероригинального нет, потому что у любого мало-мальски дельного писателя, у него обязательно есть какие-то сочинения о детстве, или рассказы, или повести, даже романы есть, и надо сказать, что некоторые писатели, скажем, вот в литературу входили именно вот с такой прозой о детстве, тот же Лев Толстой, между прочим. Некоторые, вот как Лев Толстой, начинали писать о детстве, будучи еще совсем молодым человеком, кто-то в среднем возрасте, как, например, там, Лев Косиль, скажем, да, вот это, кондуит и швамбрания, или Алексей Толстой в детстве Никиты, кто-то, как Иван Шмелев, уже в преклонном возрасте, я имею в виду Богомоле, Лето Господне. Ну, вот я, видимо, здесь пошел по стопам Ивана Шмелева, я все-таки считаю, что я обратился непосредственно к детской теме уже в таком достаточно зрелом, скажем так. Сейчас, конечно, граница молодости сильно отодвинута по сравнению с 19-м и даже 20-м веком, сейчас, по-моему, где-то до 60-ти считается молодой еще человек, но вот я уже этот рубеж перешел. И это нормально, абсолютно, обращение к своему детству, и все люди все время вспоминают свое детство, я думаю, ни один человек в течение даже одного дня, он обязательно вспомнит в той или иной связи по какой-то ассоциации, обязательно вспомнит детство, друзей, родителей, места, связанные с детством, это нормально. И я, надо сказать, всегда старался как-то вот рассказывать о детстве своих героев, потому что сейчас вот появился такой тип литературы, когда там вот возникает, скажем, герой в романе, который уже значительную часть жизни прожил и так далее, и совершенно непонятно, из какой он семьи, кто его родители, кто он по профессии, в чем дело при советской власти, если ему там, скажем, лет 50, он же все-таки сформировался при советской власти, не, не слово, вот появляется человек ниоткуда. Я считаю, что это, в общем, неправильно. Как прием, как прием литературный, может быть, это и можно использовать, но вот как такой, так сказать, постоянный, без прошлого, человек без свойств, совсем это, конечно, странно. Но эта книга еще носила и полемический характер. Дело в том, что за последние вот десятилетия вышло довольно много книг, в которых писатели рассказывают о своем советском детстве, и я читаю, у меня такое складывается впечатление, что они выросли в совершенно другой стране, где были какие-то злобные учителя, которые там терзали их там за невыученное стихотворение, были какие-то, значит, садисты-родители, во дворе там какие-то монстры их травили постоянно. Если они ехали в пионерский лагерь, то там оказывались пионервожатые воспитатели-вампиры, которые у них пили кровь. Я не шучу, действительно вышел роман целый, в котором описывается пионерский лагерь, где у детей пьют кровь, а главный вампир, значит, дед такой участник гражданской войны, понимаете, Мартина Носец. Это на полном серьезе. Мне кажется, что это своего рода социальный заказ. Есть, конечно, люди, которым всегда кажется, что им не додали, что их обижают. Ну, это такой тип людей, есть определенный процент, но ничего не поделаешь. Но почему это стало массовым явлением в литературе? Я думаю, это социальный заказ, который напоминает тот социальный заказ, который был, скажем, в 20-е и в 30-е годы, когда была задача описать беспросветные ужасы, ужасы, значит, вот, дулюционного существования, дулюционного детства. И надо сказать, что «Лето Господне» Шмелева – это своего рода полемика с Горьким, вот с этим Горьковским, значит, изображением детства. Значит, такое, ну как, ну раз мы сделали революцию, значит, до революции была такая чудовищная жизнь, что просто без революции дальше никуда. Я не идеализирую дулюционную жизнь. Я, кстати, в этом отношении во многом не согласен с Михалковым, который представляет такой, так сказать, идиллией все это дело. Это было общество с очень серьезными проблемами и с чудовищным социальным, имущественным неравенством. Но, конечно, того кошмара, который описывали в 20-е и в 30-е годы, выполняя этот социальный заказ, все-таки, я думаю, это, если встречалось, то достаточно редко. Кстати, интересная деталь, я когда попал несколько лет назад, значит, с группой писателей в дом деда Коширина в Нижнем Новгороде, где Горький провел, значит, детство, и там экскурсовод, такой, в общем, знающий, видно, человек, он сразу сказал, вы все, говорит, конечно, помните трилогию Горького, особенно детство, и помните, конечно, фильм. Вот, он говорит, да, все помним. Так вот, имейте в виду, что вот все те ужасы, которые описаны в этой книге про детство Горького, надо делить на два, а то и на четыре. То есть это вот такой взгляд, понимаете, писательское восприятие, художественная типизация. Так вот, сейчас примерно ситуация такая же. Раз, значит, в 91-м году советскую власть похерили, так сказать, раз это все дело развалили и так далее, то в том числе с помощью литературы, а значит, там и театр, кино, потому что театр, кино базируется на литературе, надо доказывать, что существование до 91-го года было такое чудовищное, что просто вот это нужно было с этим закончить, даже ценой развала страны, обнищание значительной части населения, разоружение там и так далее, и так далее. То есть это социальный заказ. Ну а писатели, знаете, среди писателей, людей с принципами, которые пишут им только то, что они на самом деле думают и чувствуют, не так много. Сейчас вообще, по моим наблюдениям, искренних писателей вообще мало. Более того, появилась даже какая-то своего рода такое, знаете, люди хвалят, писатели хвалят своей неискренностью. То есть они говорят, смотри, какой я неискренен. Смотрите, как я умею это морочить, так сказать, читатели, забывая, что вообще неискренность – это профессиональная черта дипломата, а профессиональная черта писателя – это искренность. За это и ценят писатели. И я, конечно, к этой литературе отношусь именно как к способу зарабатывания денег и получения различного рода премий. Не случайно в большой книге, большинство книг, да и все практически книги, так или иначе, посвященные детству советскому, они все такие вот, такие очень негативные, очень такие мрачные, с разными кошмарами. Еще интересная деталь, я заметил, что, скажем, если писатель, как правило, если он вышел из высших слоев советского общества, то есть вырос в номенклатурной семье, в академической семье и так далее, но менее всего сталкивался с теми бытовыми трудностями советской жизни, которые, конечно, были, которые мы помним, тем он хуже относится к советской власти. А чем человек из более низких каких-то слоев-то вышел, тем он как к ней относится симпатичнее. Вот я, например, вырос в заводском общежитии, в рабочей среде, у меня очень хорошие воспоминания о своем советском детстве, о чем я вот и пишу в этой книге, не случайно я дал ей под заголовок этой книге, книга о светлом прошлом. Вот у меня при всем при том, у меня остались светлые воспоминания, хотя я, между прочим, один из немногих писателей в своем поколении, которые писали достаточно критические вещи про советскую власть, и они не печатались даже какое-то время в моей ранней повести, ЧП районного масштаба «Сто дней до приказа», они долго не печатались, их цензура не пропускала, поэтому меня обвинить в том, что я не знаю предмета, который я изображаю, я его очень хорошо знаю, просто, во-первых, я все-таки реалист, я стараюсь писать правду об этом времени, а во-вторых, все-таки, 30 лет-то после этого мы же прожили не просто так, мы что-то поняли, что-то научились ценить, что-то, что казалось там тогда каким-то ужасом, и теперь понимаем, что по сравнению, очередь по сравнению с тем, что город остался без головного предприятия, и у людей нет ни работы, ни денег, поэтому хоть, так сказать, выстави вдоль всей центральной улицы витрины набитые чем хочешь, а купить-то на что? Понимаете, то есть не с чем было сравнить, ведь есть дефицит товара, есть дефицит денег, что хуже решайте сами, понимаете? От дефицита товаров умирают только во время блокады, от дефицита денег можно вообще, так сказать, ноги-то протянуть в благополучном обществе, вот, это такая, знаете, спорная, ну, если, конечно, не пойдешь в бесплатную столовую, вот, поэтому книга для тех, кто действительно хочет разобраться вот в этом времени, и я очень рад, что вот на встречу приходят не только мои ровесники, которые помнят это время, у которых ностальгия, но и, в общем, люди поколения уже формировавшегося после 91-го года, это говорит о том, что они хотят сами разобраться вот в этой непростой проблеме. Вот. Ну, такое вот вводное слово, пожалуйста, готов отвечать на вопросы. Да, Юрий Михайлович, спасибо. Действительно, Ваша книга – это теплая атмосфера ушедшей эпохи, смешные, трогательные, добрые истории из детства. Скажите, а как и когда Вам пришла идея написания? Ну, я уже сказал, что, в принципе, во всех моих романах, кто вот так читал мою прозу, он, наверное, обратил внимание, что во всех моих вещах, ну, допустим, там, и в «Побеге», «Замыслил я побег», и «Гипсовый трубачий», и «Грибной царь», и «Небо падших», даже «Козленки молоке» я всегда так или иначе описываю детство своего героя. Поэтому к теме я уже много раз подступал, но потом я подумал, что надо действительно взять пример с того же Шмелева и написать тоже что-то, как Шмелев, но только про советское детство. Я объясню, почему Шмелев. Я, кстати говоря, совершенно не случайно вот к этой большой повести «Пересменок», из которой снова состоит эта книга, я взял эпиграф из «Лето Господне». Понимаете, ведь дело в том, что Шмелев, он в известной степени прошел ту же эволюцию, что писатели моего поколения. Если вы возьмете его раннюю реалистическую прозу, такую прозу в духе критического реализма, ну, в частности, там, человек из ресторана, там, его и так далее, то вы увидите, что, в принципе, он весьма скептически относился вот к той, как говорится, царской действительностью. Ну, он, может быть, ее не так бичевал, как, скажем, тот же, так сказать, Горький, но он был весьма, весьма по отношению к ней, так, ну, где-то вот, может быть, чуть-чуть, накал поменьше, чем у Бунина, но тоже такой критический был взгляд. И тогда сказать, что вот и про Бунина то же самое. А вы знаете, вот вы через 30 лет, вы напишете об этом же времени совершенно другое. Вы будете вспоминать только хорошее. Вы, люди, которые тогда страдали таким рецидивирующим атеизмом, и все станете верующими. Вы будете ходить, так сказать, в храмы, вы будете вспоминать вот этих батюшек своего детства, богомольцев своего детства, будете вспоминать вот эти патриархальные отношения, значит, в той купеческой среде, которую тоже, так сказать, наш предреволюционный реализм бичевал, так сказать, будь здоров, вспомнить там «Дети Ванюшина», там, знаменитую тоже пьесу Найденова. Вот, и так далее, и так далее. Они бы не поверили. Сказали, да вы что такое говорите? Да мы, да мы. А вот, когда рухнула страна, когда изменилась, когда этот мир ушел, они стали на него смотреть совершенно другими глазами. И ведь Шмелевская диалогия о детстве, это такой, знаете, трогательный, поздний такой извиняющийся гимн вот своему детству и тому времени. И там совершенно смещены акценты, там ушли эти социальные конфликты, а и там есть, но они там, так сказать, немножко в сторону уведены. И мы, в принципе, прошли тот же самый путь, понимаете? Ну, по крайней мере, писатели моего направления, потому что в моем же поколении тоже есть, понимаете, так сказать, рецидивирующие либералы и так далее. Ну, это разный взгляд. И я думаю, а почему бы мне вот не написать книгу вот о таком же мальчике примерно того же возраста и показать вот его внутренний мир? Потому что внутренний мир Шмелева, ну, героя Шмелева, ну, это он сам, конечно, он пронизан религией, он чрезвычайно религиозен, там вот такая духовность религиозная. Я вот всегда думал, ну, вот хорошо, почему мне говорят, что вот у нас при советской власти из-за того, что религия была в загоне, что абсолютно неправильно. Я как православный человек, крещённый в младенчество неграмотными бабушками, тайком от партийных родителей, я вам говорю, что это неправильно было, гонение на православие. Может быть, и век советской власти укоротился именно из-за того, что поздно спохватили столько тысячелетий укрещения. Дошло, что этого не надо делать. Так, ну, почему у нас была какая-то бездуховная жизнь? А что у нас из пионерской организации, что из рогатки птичек, что ли, убивать учили? Учителям дерзить? За девочками что-то подглядывать? Нет, нас учили только всему хорошему. И в Комсомоле то же самое. А что нам советская власть обещала, так сказать, построить общество, где будет там 60 полов, и будут целовать обувь цветному населению? Нет, нам обещали коммунизм, где все будет бесплатно, где будут люди друг к другу, братья, помощники, где каждый будет по способностям работать, а получать по потребностям. Что, плохая цель, что ли? Это замечательная цель. Другое дело, насколько она достижима была тогда, как говорится, при том развитии производственных сил и производственных отношений. Но цель-то хорошая была. Плохого никто не учил, ни по телевизору, ничего. Даже та, ну, такая немножко достававшая вот эта критика эмпилистической военщины, как оказалось, она абсолютно справедливая была. Мы просто этого не понимали. Не воевавшее поколение, ну, в армии служившее, но не воевавшее. Вот. И, так сказать, мы интересовались, и много читали, мы там спорили, и так далее. Это была духовная жизнь. Да, это была другая духовная жизнь. Она тоже была духовная. А почему? Почему я должен стесняться того, что я верил, так сказать, в коммунизм? Я же не в плохое верил, правильно? И там вот этим размышлением этого мальчика о коммунизме, достаточно таким наивным, наивным посвящено довольно много страниц. Ну, например, когда он с родителями говорит, а что при коммунизме весь транспорт будет бесплатный? Он говорит, конечно, есть. Ну, как, при коммунизме все будет бесплатно. Там мальчик говорит, ну, как же, тогда, наверное, не будет ни троллейбусов, ни автобусов, ни трамваев. Говорит, почему не будет? Ну, как, ну, если бесплатно все же на такси будут ездить? Ну, кто же поедет на трамвай, если можно бесплатно поехать на такси? Ну, логично, логично. Вот. И вот тогда я думаю, дай-ка я вот, попробую сделать то, что сделал Савин Шмелев, а я люблю эту идеологию, но только вот на материале вот моего поколения, на моем детстве. И это был вот такой вот импульс, ну, а дальше, как говорится, пошло-поехало. Да, спасибо. Скажите, у книги оригинальное название. Оно ведь было выбрано не случайно, имеете в виду аббревиатура, свойственная периоду Советского Союза? Ну, вы, собственно, сами ответили на вопрос, потому что сначала она называлась книга о советском детстве. Вот. И я сначала, кстати, хотя крутился, я хотел такой сделать совсем ответ, значит, Шмелеву, я крутился, у меня там «Красный год», я хотел назвать как-то еще, но потом понял, что не получается хорошего названия, такого вот ассоциирующегося с шмелевским названием, и вот у меня была сначала книга о советском детстве, а потом я действительно подумал, ну, это вот было характерно для языка советской власти, советского общества даже, точнее, вот эти сокращения, комсомол, там, я не знаю, совхоз, ликбез, там, и так далее. То есть вот какая-то такая торопливость, быстрее, быстрее, вот, и даже слова сокращали, и как-то, само собой, это длинное название стянулось в сов детства. Вот. И оно как-то вот читателям глянулось, и вот еще как-то не было ни одного читателя, с которым я общался, который сказал, что название неудачное, как-то оно легло. Действительно, отличное название. Скажите, в процессе написания вам приходилось вспоминать названия улиц или слова какие-то, которые уже не употребляются? Вы знаете, это была действительно очень такая сложная задача, причем она была более сложная, чем у Шмелева. Вот это я вам сейчас объясню, почему. Дело в том, что вот те писатели-эмигранты первой волны, они увезли старую Россию с собой и увезли в образе, и увезли язык старой России с собой. И я, когда начал ездить за границу, в Капстраны, это еще было при советской власти, и встречался там с людьми, которые были увезены в эмиграцию детьми. И вот они говорили на этом языке Шмелева, понимаете? Они просто говорили на нем. То есть как бы весь пласт советского языка он их миновал. Они законсервировали в себе вот тот революционный язык, как, скажем, некоторые там молокания, значит, там законсервировали в себе язык в отрыве уехов, русский язык там середины 19 века. Понимаете? Или там не красовцы, может быть, даже и более ранний какой-то язык. А у нас такого не было. Мы же развивались вместе, так сказать, со страной и вместе с языком. Поэтому между мной сегодняшним и 68-м годом, который я описываю, значит, там позднесоветские общества, где тоже был уже немножко другой язык, немножко другие отношения, немножко другие названия. Между нами 30-летие уже постсоветской, значит, России. И мне в этом смысле вот восстанавливать, реконструировать вот ту, то советское общество, советский социум 68-го года, мне было труднее. Потому что мне нужно было отфильтровать вот, допустим, слова, которые уже пришли позже. Иногда я терялся, особенно когда в диалогах, я просто звонил друзьям, ровесникам и говорю, вот послушай, вот такой диалог, это говорят в 68-м году, там, скажем, мама и мальчик. Вот у тебя никакие слова не режут? Так, слушай. Вот ты понимаешь, вот это вот слово, по-моему, оно пришло уже где-то к концу 70-х. Я говорю, точно. Раз, вычеркиваем. Или, например, я говорю, слушай, а ты не помнишь вот этот, как-то назывался на тогдашнем сленге, хотя такого слова сленга еще не было, вот, по-московски, вот этот тупичок как-то он назывался. А, помнишь, да? Хорошо. Очень мне, кстати, помогла для восстановления вот этой картинки, а это очень важно увидеть, вот реально, где твой герой идет, интернет помог. Значит, потому что в интернете можно найти любительские фотографии практически любых уголков Москвы. Вот любых. Вы пишете адрес, пишете там любительские фото, и те высыпают. И таким образом я восстановил, вот, допустим, в памяти, как выглядели дома там в нашем Балакиревском переулке, которые деревянные, от старой Москвы деревянные, они у нас еще остались, которые давно снесены, которые были еще снесены при советской власти. Вот все это я посмотрел. И там были странные аберрации. Например, вот я, когда я мысленно все представлял себе, я был уверен, что знаменитый магазин автомобилей в Гавриковом переулке, справа, если ехать по Бакунинской улице, в центр, он был с правой стороны Гаврикового переулка. А когда я стал себя перепроверять по фотографиям, выяснил, что он был слева. И я сразу вспомнил, да, действительно слева. Вот. И таких вот, я очень много делал себе проверок по фотографиям. Цены, кстати, проверял. Выяснилось, что я примерно на, значит, примерно на 90% все цены, значит, помню, советские. У меня еще была жива, это царствие небесное, моя тетя, вот, Валентина Ильинична. она там описана, кстати, как тетя Валя Бурминова, да, она помнила все цены, начиная с довоенных. Вот. Что, когда стоило? Ему можно было позвать, пока она была жива, я просто снимал трубку и говорил, тетя Валя, а вот там, допустим, такие конфеты, вот, в 68-м году, сколько стоили? На туч, говорю. Наверное, все помню. Вот. Но потом пришлось вот к интернету обращаться, там все цены есть, все можно найти. Поэтому вот в смысле проверки своей памяти интернет вещь полезная. Там, конечно, много ерунды разной, но вот какие-то вещи там есть. Но особенно вот еще раз хочу сказать, помогли фотографии. Потому что, ну, хоть убей, я не помню, вот, что там было рядом там с детской парикмахерской, куда приходит герой. Вот, хоть убей, не помню. Парикмахерскую помню, а что там в этом доме еще было, не помню. Ну, нахожу, так сказать, этот, все, все стоит, все, пожалуйста, смотри. Вот. Так что, это была такая длительная, скрупулезная работа. Но самое главное, это надо было внутри себя смоделировать вот язык того времени. Потому что, поверьте мне, что, ну, здесь мои ровесники, есть люди постарше, но вы сами отлично знаете, что за полвека язык очень сильно меняется. Очень сильно меняется. Это не значит, что моя вещь написана на языке того времени. Этого в литературе делать нельзя. Если, скажем, написать книгу про протопопа Аввакума, на языке протопопа Аввакума ее прочитать будет сегодня невозможно. Но написать так, чтобы это было написано на русском языке, на современном, но ощущение было такое, что ты попал в эпоху Аввакума, мастер этого был, конечно, покойный Дмитрий Балашов, один из лучших наших исторических писателей, это вот, как говорится, профессия. Ну, мне кажется, и судя по отзывам, на мне приходит много писем, потому что я там дал адрес в начале книги, в предисловие, где я призываю читателей, если они заметят какие-то ошибки, неточности, сомнительные какие-то вещи, мне обязательно присылать, потому что, когда я буду готовить следующее издание, а я надеюсь, так сказать, это время не за горами, я все обязательно поправлю, и фамилии тех читателей, советами которых я воспользовал, я их всех перечислю в послесловии, вот, к этому переизданию. Да, Юрий Михайлович, в книге есть эпизод, где ваш герой читает книгу «На краю Алькумены» Ивана Ефремова, упоминаются также «Копия царя Соломона», «Тайна двух океанов» и другие книги, а расскажите про ваши любимые книги в детстве. Вот, давайте я, значит, сейчас на этот вопрос отвечу, а после этого, я думаю, надо из зала дать возможность задать вопросы. Значит, я вам хочу сказать, что я был читающий мальчик, хотя у нас в семье книг почти не было, вот, там, ну, книга о вкусной и здоровой пище, там, ну, еще, может быть, там, пару, тройку книг, которые маме, там, подарили как рационализатору, тогда было принято дарить книги, вот, за рационализаторские предложения, но были роскошные библиотеки, у нас в школе была очень хорошая библиотека, просто очень хорошая, потом, кроме школьной библиотеки, я ходил еще в юношескую библиотеку имени Усиевича, это вот туда, ближе к концу Бакунинской улицы, и в Пушкинской библиотеку, которая около Елоховского храма, там был очень хороший юношеский абонемент, и читальные залы, я туда сходил, и я читал очень много книг, но, естественно, был круг какого-то приключенческого такого чтения, или фантастики, через который все наше поколение прошло, мы друг друга здесь понимаем, знаете, сейчас ты говоришь, там, на краю и кумены, там, молодому человеку, он на тебя смотрит, а что ты, собственно, имел в виду, а мы, конечно, понимаем, потому что мы читали примерно одни и те же книги, потому что при советской власти как бы книг издавалось много, но количество названий было не такой большой переводной литературы, но зато это были лучшие книги, это были лучшие книги, и они были в очень хороших переводах, и когда, вот я помню, начался этот бум перевода зарубежной литературы и стали переводить вот у тех авторов, в которых мы знали то, что до этого не переводилось, ну, знаете, за редким исключением начинаешь считать, думаешь, а что это перевели, ну, у всех же писателей есть удачные и неудачные, то есть в этом смысле отбор был очень хороший, конечно, там преследовались какие-то, значит, преследовались классовые какие-то моменты, идеологические там, ну, хижина дяди Тома, понятно, это о том, как угнетали негров, но книга-то замечательная, понимаете, вот, и в этом смысле нам действительно предлагали сливки зарубежной литературы для детей и юношества, и мы все ее с громадным удовольствием читали, а как я читал, и как все мы читали под одеялом, с фонариками, портили глаза, там, понимаете, вот, там все описано, это, я думаю, было у всех, кто... купил читать, вот, ну что, давайте залу дадим вопрос, да? Да, уважаемые гости, чей вопрос будет первым, и у нас есть вопросы с залом. Здравствуйте, Юрий Михайлович, известно, что вы, как писатель, принимаете от читателя обратную связь. Встречались ли вам такие читатели, которые пытались оспорить ваш взгляд на советское детство? И на одной из презентаций вы сказали о том, что вы писали эту книгу с полемическим задором. С кем или с чем вы хотели вступить в полемику? Ну, я уже назвал это направление в литературе. Ну, там можно, но назвать, если вам нужны имена, ну, пожалуйста, там, Улицкая, Иванов, там, и так далее. Вот. Но это не имеет значения здесь имена. Но те, кто мне пишут, это люди в основном согласные. Вот. Они пишут, скажем, какие-то советы дают, какие-то неточности. Например, мне написал один, так сказать, я не помню сейчас фамилию, но, вот, он мне написал о том, что вы неправильно описали процесс пуляния зажженной спички с коробка в потолок, так, чтобы она повесила там и горела, коптела. Но технология была другая. Я вам сейчас подробно ее опишу. И дальше подробное описание технологии. Ну, спасибо, я когда буду переделывать, я, конечно, воспользуюсь этим советом. Иногда замечают какие-то совершенно дурацкие ошибки. читали, у меня редактора хорошие там, все, значит, герой у меня там считает, сколько ему до коммунизма, значит, осталось терпеть. И почему-то выясняет, что ему там терпеть осталось 22 года, хотя на самом деле ему 12 лет осталось терпеть. Ну, ошибся. Бывает, все посмотрели. Такие, кстати, называются в редакторской работе «Голосная ошибка». Все видят, но как-то в мозг не идет почему-то. Таких много нашли. Вот, какие-то по названию, неточность, какие-то возрастные. Очень много. Причем, это такие детали и так далее. Но, вот как-то с таким моим, я бы сказал, пафосом, в общем-то, те, кто читают, они согласны. я подозреваю, что просто те люди, которые к советской власти относятся искренне плохо, а таких немного. Их, кстати, художественная интеллигенция гораздо больше, чем в народе. Понимаете? Вот. они просто не будут читать. Они почитают несколько страниц, увидят, что это не разоблачение и скажут, что это вообще, что это за безобразие, кто позволил вообще выпустить. Ну вот. Добрый вечер, Игорь Михайлович. Я хотел бы задать вам вопрос, как вы относились к советской школьной программе по литературе? Я сугубо отрицательный. Потому что в 8-м или 9-м классе изучать Анну Каренину, которую можно понять в 60 лет, понимаете? Или «Война и мир» и масса других произведений, но нас заставляли читать, как вы помните, поскольку мы с вами люди приблизительно одного возраста. И мы все это я лично не читал. Их стал читать только через 50 лет. А вы читали это все в школе? Ну, вы знаете, я, конечно, большинство этих книг я читал, поскольку я все-таки был такой ребенок феологический, готовившийся к такой карьере феологической, поэтому мне, конечно, это надо было читать. Вот. Но, конечно, я с вами абсолютно согласен. О чем, на самом деле, эти книги, я понял тоже спустя там 20-30 лет. Потому что в этом возрасте невозможно понять. И в этом была, в этом была, конечно, я считаю, в известной степени какой-то такой перебор. Перебор. советская власть исходила из того, что надо ребенка развивать, надо его раньше приобщать к этим высоким образцам. Но пусть он для начала сюжет запомнит, а уже в проблематике романа сложнейший, как в той же Анна Карейна, пореформенная Россия, проблема кризиса семьи, брака, совсем другое. потом будет разбираться. Сейчас же ведь тоже, понимаете, от этого не ушли просто другие книги. Ну, например, я в свое время приложил руку к тому, чтобы в полном объеме не попал в школьную программу архипелаг ГУЛАГ, за что получил вечное проклятие, Солженицынского окружения, клеймода, врага народа. Представьте себе, сейчас дети тратили 10 часов на чтение этой книги, естественно, такой выстраданной, но реальности соответствующей весьма, скажем так. на 50 процентов соответствующего это хорошо еще, думаю, гораздо меньше. Когда говорят, что вот в советской власти не было, в смысле, в советском курсе литературы там не было эмигрантской литературы. Ну, понимаете, во-первых, ее и не могло быть, потому что существовало определенное отношение к этой эмигрантской литературе, литературе точно так же, как, скажем, первое, что сделали реформаторы нашего образования в 91-м году, они повыкидывали, так сказать, всю советскую классику. И Фадеева, так сказать, и Островского, и Двардовского, и вообще все, что можно, повыкидывали. То есть, в этом смысле они повели себя точно так же, может, даже еще, так сказать, хуже, потому что там все-таки тяготел над тогдашними методистами, все-таки тяготела вот эта определенная идеологическая традиция, которая тянулась еще со времен революции и затянулась, конечно. Хотя, надо сказать, что, например, Блока, Блока изучали очень подробно, а ведь Блок, если говорить о политике, он был эсером. И он, так сказать, как раз, надо сказать, что 12 поэм было напечатано в эсеровской газете «Знамя труда». На секундочку. И к большевистской версии революция, она имела мало отношения. Но и таких примеров можно, так сказать, приводить. Я считаю, что сейчас другая крайность. Сейчас очень много выбрасывали советскую, сократили очень серьезно нашу классику 19 века, зато неоправданно много стало литературы эмигрантской. Причем не первой волны, а второй и третьей. Например, я помню, у меня была дискуссия с одним сотрудником министерства, тогдашнего министерства освещения, образования, все путно, как у нас называется, с трепетной фамилией Ланин. Ланин ему была фамилия. Значит, и он страшно возмутился, когда я спросил, говорю, а зачем вы включили в список рекомендованной литературы старшеклассников Довлатова? Вот вы мне можете объяснить? Он говорит, он что, плохой писатель? Я говорю, я не об этом. Он писатель хороший, но литература, которая используется в школе, она очевидно носит воспитательный характер. Кого мы хотим воспитать, читая Довлатова? Человека с проблемой постоянного похмельного синдрома, человека с проблемой, так сказать, уезжать, не уезжать, так сказать, жить с одной женщиной, с тремя и так далее, и так далее. Он, ребенок к этим проблемам сам придет. Вы хотите что-то такое, а почему Конецкого не предлагаете? Капитан дальнего плавания, прекрасный стилист, тоже иронист, между прочим, той же ленинградской школы, и Довлатов во многом, так сказать, у Конецкого учился, между прочим. Они были, так сказать, от одного замеса. Я говорю, почему, вы какую задачу ставите? Он говорит, а почему мы должны ставить какую-то задачу? Я говорю, минуточку, вы где работаете? Вы работаете в Министерстве Просвещения. Вы государственный чиновник, который обязан, так сказать, делать такую программу, чтобы наша молодежь не уезжала валом, так сказать, а вы им навязываете, значит, вот, иммигрантов. Но, по-моему, он не понял, он, по-моему, решил, что просто перед ним какой-то свихнувшийся писатель, который на старости лет, как Гоголь, впал в марокобесие, понимаете, вот, и ушел в полной уверенности, что лучший автор для старшеклассника это Довлатов, понимаете. Так что, у советской власти были проблемы от подбора авторов, но мне кажется, сейчас эти проблемы гораздо более острые и серьезные. По крайней мере, в советской школе с помощью литературы не любить собственное отечество не учили, а сейчас учат, и успешно, довольно-таки. Пожалуйста. Да, спасибо. А что вы лично порекомендовали подрастающему поколению? Ну, понимаете, это такой отдельный вопрос, на эту тему надо отдельно встречаться, я все-таки не методист, и так далее. У нас много замечательной литературы. Приведу только один пример. Значит, 9 мая, 9 мая, включая телевизор, щелка по программе, включая радио, за весь день ни одного стихотворения поэта-фронтовика. Ни одного. Ни погибших, там, как Павел Коган, ни выживших, как, значит, там, Твардовский, Симонов, вот, Межеров, Гудзенко. Ни одного. Фронтовая поэзия наша, это явление мирового уровня. Вы что, нарочно, что ли, это делаете? Вот нарочно, чтобы у нас, так сказать, забыли про фронтовую поэзию. Мне она так кажется, что нарочно. Вот ей Богу. Ну, как так случайно? Ну, хорошо, я допускаю, что, скажем, на двух каналах сидят иностранные агенты, как сейчас принято говорить. Ну, может быть, почему нет. Вот. Но на остальных-то что, тоже иностранные агенты? А на телевидении тоже иностранные агенты? Что, в Кремле иностранные агенты? Не понимаю. После, после изгнания поляков у нас иностранных агентов в Кремле вроде не было. Или я ошибаюсь? Недаром, совсем недавно, так сказать, Владимир Владимирович Путин снова вспомнил про ЦРУшников, сидевших в нашем правительстве. Вот вспомнил бы наш президент еще и про ЦРУшников, которые сидели в информационно-культурной сфере и досиживают до сих пор. Мне так кажется. Да, у нас следующий вопрос от зала. Игорь Михайлович, добрый вечер. Скажите, а вот вы вспомнили год 70-й, а скажите, что там было в этом году? И вопрос о кончиле. А вот когда СССР распался, что вы чувствовали в себе? А не все не забыли. Так, немножко я, значит, про какой год я не расслышал. 70-е? Или 68-й? Про какой год я не расслышал? 70-е? 70-е? Ну, надо сказать, что у меня как сделано, что герой, он смотрит из 68-го года, но вспоминает он и более раннее время, как ребенок, естественно, вспоминает. Вот. И надо сказать, что, конечно, конечно, вот автор, который, естественно, знал, что будет потом, после 68-го года, он так, немножко присутствует, но я постарался его как можно сильнее задавить, потому что я понял, что если я начну комментировать тогдашние взгляды свои на мир, то это будет совершенно другая книга. Совершенно другой же. А может, я когда-нибудь напишу такую книгу. Значит, это, кстати, тоже очень интересно. Я вот начал одно время писать, потом как-то бросил, может, вернусь. Я одно время начал как бы из нашего времени комментировать свои письма из армии к жене. Вот. И очень интересно, кстати, вот. Сегодня комментируешь свои на нашли взгляды, как я это понимал. Это интересный жанр, но это не для этой книги. Но если кто-то здесь есть, кто уже читал, наверное, помните, я там в одном месте созерничал, ведь эти события происходят накануне 68-го года и ввода наших войск в, не только наших войск, Варшавского договора в Числовакию. Прямо накануне там, кажется, назревает все это дело. И это потом же, так сказать, там нам объявили, что это вот события позорные, что это рана какая-то, так сказать, незаживающая и так далее, и так далее. Вот. Мы тогда никакой-то раны не чувствовали. И я там, если помните, в детской парикмахерской ввел диалог пожилых людей, один фронтовик, ну не пожилых, естественно, взрослых просто, это они мне казались пожилыми, потому что даже фронтовику, который воевал, тогда в 68-м году было там, ну я знаю, 48 лет, там 50 не было, то есть, вот. И вот они там говорят об этом, значит, как бы назревающем в Чехословакии вот это, то, что там случится, и, в общем, там совершенно другой взгляд на эти вещи, потому что эти люди помнят, сколько положили народу в Чехословакии. Они помнили, они помнили, что Чехословакия это был сборный цех, так сказать, вермахта, в Чехословакии было, так сказать, склепано 40% танков, которые принимали участие во вторжении на территорию, так сказать, Советского Союза, и так далее, и там совершенно другой взгляд на эти вещи. Это потом нам наша, как говорится, так сказать, либеральная интеллигенция стала внушать, так сказать, что это было делать нельзя. Ну, не знаю, так сказать, американцы так поступают постоянно. Мы поступили фактически один раз, ну, два раза, включая Афганистан, и прощения нам до сих пор нет, и не предвидится, что вымолим. Вот. Так что надо к этим вещам спокойно относиться. Чехословакия была членом Варшавского договора. В этот договор входило условие, что в случае каких-то событий, так сказать, угрожающих государственности эти страны помогают друг другу в том числе и с помощью военной силы. Все было по закону, по тогдашнему, так сказать, международному праву. Какие вопросы? Так что... Вот. Но этому, конечно, там ничего нет в книге. Мальчик этого ничего не понимает. Кстати, у меня родственник служил в это время Чехословакия, и это более нужно тогда вспоминать. Так там больше расстреливали чехов не наши, а немцы, ГДР. Да, это я тоже... Он мне тоже рассказывал. Наши без... Наши без приказа не стреляли, немцы открывали, значит, стрельбу по ситуации. Им не нужно было разрешение старшего, так сказать, по позванию для этого. Так, пожалуйста, вопрос еще. Юрий Михайлович, я хотел поблагодарить вас за то, что вы обратились к этой семье. Честно говоря, вот, чувствую, как наши вибрации, наши отношения к этой эпохе по-многому совпадают. Я думаю, что я с огромным интересом прочитаю вашу книгу и хочу напомнить вам, что в 68-м году треугольный пакетик молока стоил 16 копеек, французская булочка 7 копеек, ситничек 10 копеек, а на углу напротив театра Маяковского была чебуречная, и в этой чебуречной порция из двух чебуреков стоила 31 копеек, а пол порции 16 копеек. Огромное вам спасибо. Спасибо. Но уже видите, зачатки капитализма. Зачатки капитализма. Два чебурека 31 копеек, а 1 16. Знаете, вот уже просматривается будущее рыночное. экономика. Спасибо, спасибо за вопрос. 32 копеек. Это там все у меня описано и про булочки, и про молоко, и про... Потому что у меня, значит, родственники, у моего героя, люди, не могу сказать, что там горько пьющие, но выпивающие. И поэтому это все, как говорится, там актуально. и... вот эти вещи. Ты че, был? Дети вообще же очень, что мне вам рассказывать, вы сами знаете, очень в этом отношении чуткие. Пожалуйста, еще вопрос. Добрый вечер, Юрий Михайлович. Большой поклонник вашего таланта. Очень рад вас видеть в полном страе. Спасибо. Был на ваших юбилейных спектаклях два года назад очень под впечатлением уходил. И желаю, чтобы это шли спектакли ваши и дальше как можно шее. У меня, если позволите, такой вопрос. Но, во-первых, к сожалению, что вы уже не у руля литературной газеты, хотя я понимаю, что для вас этот этап уже в прошлом. Тем не менее, очень жаль. А вопрос мой связан с вашей писательской братьей, конкретно с Захаром Прилепиным. Как вы относитесь, когда писатель идет в политику? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, что я вам хочу сказать? Во-первых, по поводу литературной газеты. Значит, что я вам хочу сказать? Что я у руля был 17 лет. Поверьте, этого больше, чем достаточно. Дольше меня литературной газетой руководил только Александр Борисович Чайковский, который руководил 24 года. Вот. Это тяжелая работа, очень нервная, особенно, когда главный редактор, так сказать, не подлаживается под вот эти, так сказать, установки, которые сейчас, конечно, есть, что там говорить. Вот. Поэтому я ушел. Я вам более того хочу сказать. Я по собственному желанию ушел. Мне, кстати, никто не увольнял. Значит, я вам хочу сказать более того, что вот если вы посмотрите, купите и посмотрите сегодняшний номер, то вы увидите, что я с этого номера уже и не председатель общественного совета литературной газеты. Вот. Потому что меня какое-то время, когда я ушел, попросили, значит, побыть в качестве председателя, ну, чтобы не так была как бы заметна перемена. Ну, вот я какое-то время побыл, но вот нашли мне замену, и вот с этого номера стал председателем такой довольно известный деятель Ельцинского периода по фамилии Естребжемский, помните такого, да? Он был, по-моему, пресс-секретарем, да-да-да, вот он стал. Ну, это лишнее подтверждение того, что, конечно, курс газеты изменился, все-таки при мне она была такой государственно-патриотической, сейчас она такая, знаете, вот, амбивалентно-либеральная, ну, как говорится, это уже не мой вопрос, я сделал то, что мог. Теперь, что касается, теперь, что касается Захара Прилепина, понимаете, какое дело? Я не буду сейчас, так сказать, давать оценку ему, как, значит, там, писателю и политику, это не мое дело, это, что называется, для этого есть другие, вот, люди, но, например, то, что он с Баяковым сделал во Мхате имени Горького, это преступление перед отечественной культурой, потому что, как-то у нас про Баякова-то говорят, а ведь они на пару пришли, он все эти годы был его заместителем художества-руководителя по литературной части, и вот весь этот, так сказать, все это, значит, поношение и отстранение Татьяны Васильевны Дорониной, это погром репертуара, снятие, так сказать, спектаклей при ней поставленных, это безобразие, которое они на сцене, значит, стали устраивать, там, включая Дубузову, так сказать, и так далее, это все на совести не только у Баякова, это на совести у Прилепина, и о какой вообще партии за правду после этого можно говорить, я не знаю, более того, я вам хочу сказать, вот он говорил, что у нас нет, так сказать, сейчас цензуры в стране, да, у нас государственная цензура, нет, но у нас есть цензура, так сказать, любых других сортов, корпоративная, партийная и так далее, и так далее, и я вам приведу свой пример, у меня в «Амхате» имени Горького шло четыре пьесы, вот, шли четыре пьесы, причем шли очень успешно, на шлагах, одно из них поставил, между прочим, Станислав Сергеевич Говорухин, это контрольный выстрел, который шел с 2001 года, вот, его очень любили зрители, это «Как боги», который поставил Татьяна Васильевна Доронина, вот, которая всегда шла эта вещь на аншлагах, это, значит, «Золото партии», вот, очень смешная комедия, тоже очень хорошо на нее зритель ходил, так вот, значит, когда началось вот это вот отстранение и это хамское отношение к Татьяне Васильевне Доронину, я, естественно, выступил, значит, в поддержку Дорониной, в отместку, сказать, что они сделали, наши борцы за правду, Прилепин и Баяков, они сняли все мои пьесы из репертуара, несмотря на то, что они были кассовые и приносили театру доход, вот, сняли, более того, они сожгли декорации, чтобы эти спектакли было невозможно восстановить, понимаете, и когда меня потом спрашивают, как вы относитесь, так сказать, к партии за правду, я говорю, знаете, люди, которые за правду, они со своими оппонентами, а Баяков и Прилепин мои давние оппоненты, и мы постоянно и до этого в прессе, как говорится, друг другу утюжили, это нормально, кстати, для культурной жизни, но приличные люди в искусстве борются с средствами искусства, ты не согласен со мной? напиши лучше статью, напиши лучше пьесу, напиши лучше роман, который читатели будут больше покупать, а на пьесу больше ходить, нет, для этого, так сказать, просто оппонент убирается со сцены, это что не цензура, самая настоящая цензура, чем она отличается от того, что убирали из репертуара пьесы Булгакова и Эрдмана, да ничем не отличается, абсолютно все то же самое, вы что думаете пьесы Эрдмана и значит Булгакова убирал Сталин, что ли? Ему дел больше нечего было, нет, вот такие же, так сказать, борцы за правду писали, так сказать, в отдел культуры ЦК, в политбюро, там все, и в репертуарные там различные органы и убирали, вот, понимаете, поэтому, когда мне начинают там рассказывать про ужас, так сказать, советской власти в сфере культуры, я говорю, знаете, говорю, я, конечно, застал советскую власть, у меня самого запрещали мои первые, значит, повести и так далее, я знаю, какие были у Михаила Афанасьевича, Булгакова проблемы, но я не помню при советской власти, чтобы в одном театре сразу сняли из репертуара четыре пьесы, значит, пьесы, которые шли на аншлагах, такого не было, знаете, но для этого надо было, мне кажется, с бомбой вместе броситься под машину Сталина, взорвать, то сказать, ну, ребят, ну, этого надо снимать из репертуара, ну, нельзя, камикадзе, вот такие чудеса творятся, поэтому, когда вы говорите, что мне желаете, эти пьесы шли, а как они будут идти, если вот такие у нас сейчас методы борьбы с художественными оппонентами со своими, ну, я тоже надеюсь, вот, и поэтому, если человек так себя ведет на своем профессиональном поприще, в литературе, а что, он себя в политике, что-то по-другому будет вести, да никогда не поверю, вот вам мой ответ, пожалуйста. Спасибо вам за ответ, к сожалению, наше время подходит к концу, и у нас последний вопрос из-за вам. Елена, спасибо вам огромное, вообще, мы, ну, муж не смог подойти сегодня, но у нас прям полное собрание сочинений ваших книг, вот, я хотела спросить у вас, какая у вас самая любимая книга, которую вы написали, ну, вот, ближе всего вам. Ну, трудно сказать, в разное время разные, вот, одно время мне казалось, что я лучше, лучше, у меня всего была «Парижская любовь» Кости Гуманкова, которая там уже, бог знает, сколько раз переиздавалась, одно время, «Козленка в молоке» я очень любил, да, вот, его тоже очень много раз переиздавали, вот, я считаю, что еще как-то не прочитан по-настоящему «Гипсовый трубач», вот сейчас на днях выйдет переиздание в одном томе, «Гипсовый трубач» с послесловием, вот, кто не читал, я советую, она, понимаете, она большая книжка, но ее так просто надо читать потихонечку, под настроение, вот, есть просто фанаты этой книги, которые ее очень любят, а некоторые говорят, нет, мы не понимаем, про что это, ну, это тоже нормально, ну, сейчас вот я как-то вот весь в софт-детстве, сейчас пишу продолжение, вот, софт-детство 2, если все будем живы-здоровы, все будет нормально, вот, если Украине летального оружия не дадут, вот, значит, то, надеюсь, в сентябре представить ее на московской книжной выставке, и там, значит, будет описано такое советское детское лето, вот, пионерский лагерь, поездка с дикарями на юг, к бабушке в деревне, вот это, вот это, вот, так сказать, слой тоже чисто советский, понимаете, потому что, ну, дачи-то почти ни у кого не было, но были, конечно, такие люди, но их было мало, знаете, а в основном, вот, пионерский лагерь, Измайловский парк, помните, клееночку, постелили, так сказать, все разложили, все, и весь Измайловский парк, такое впечатление, что летела стая скатертей, и вот села, и все, и весь Измайловский парк гуляет, вот, тоже вот у меня там такой есть рассказик, да, и надо сказать, что вот, тоже в ближайшее время выходит последний, 12-й том, том моего собрания сочинений, который, вот, АСТ заканчивает, 12-й том, это поэзия, поэзия, 11-й том, это, переиздание романа, романа «Веселая жизнь» или «Секс в СССР», который тоже ретро-роман, вот, я называю ее вспоминательная проза, понимаете, вот, и там уже вот эти, как бы, инструменты, художественные приемы я во многом обкатал, которые потом, вот, развивал в этом детстве, там про детство ведь тоже есть в этой книге, так что они как связаны между собой, герой, и фамилия, кстати, у героя, и в «Веселой жизни» здесь, одинаковый полуяков, то есть, понимаете, я думал, а как герой, он должен как я быть, Юра Поляков, так сказать, но, в другой стадии, это все-таки не совсем я, и вот я придумал такой, так сказать, полуя, понимаете, полуя, и последний том, это поэзия, и я думаю, что когда закончится, вот, когда он выйдет, но это, наверное, уже будет весной где-нибудь, мы устроим, вот здесь же, вот, в доме книги на Новом Арбате, который я очень люблю, и в который, там, с 67-го года хожу, устроим вот такую встречу, посвященную именно, вот, этому поэтическому тому, я расскажу про поэтические свои дела, почитаю стихи, в том числе новые, у меня есть очень смешная политическая сатира, я вообще такой ехидный, понимаете, вот, поэт-то, я начинал как пародист, между прочим, вот, и этот том открывается моим эссе, тоже очень смешным, который называется «Как я был поэтом», где я вот описываю, значит, судьбу моего поэтического поколения, вот, так что, вот такая история, но сейчас я сижу, практически каждый день, вот, пишу продолжение, потому что все на встрече спрашивают, будет ли продолжение, поэтому вот отвечаю, будет, и я надеюсь, что я его в срок закончу. Спасибо. Юрий Михайлович, спасибо вам, я хочу пожелать творческих успехов, и надеюсь на встречу осенью на этой же сцене. Субтитры создавал DimaTorzok,